Сегодня у меня будет на обзоре ультазвуковая ванночка на 60 Вт. Вот от такого вот магазинчика. Брала её 6-го и в принципе она уже давным-давно пришла. Короче, 3300 с быстрой доставкой. Это самая дешёвая ванна была, которая на 60 Вт. Другие стволи заметно дороже, мягко говоря. Но у неё есть момент, она маленькая. Сейчас я вам её покажу. Вот такая штука. 40 Гц, 3700. Была с экспресс-доставкой. Вот так. Ух ты, а что это? Чё, ну ещё дешёвле стоит. Что-таки? А, о, всё. Тут просто 60 или 32 Вт. Вот такая ванночка. Тут отдельная кнопка включения, отдельная кнопка на таймер. Ещё кнопка включения, ну, самого счётчика. Таймер тут и секундный. По-моему, от 30, кажется, секунд. Хотя я точно не уверен. До нескольких минут. Ну, точнее, десятка минут. 30 минут. Есть режим Degas. Это когда он тоже с таймером, кстати говоря. Ну, она как, включается на короткое время и выключается. Так. Такая вот ванночка. Тарам-тарам-пам. Танк. Тут, кстати, по ходу измерений немножко другие. Ну-ка, сейчас, секунду. 65-65. А, ну да. Ну да, такие. Ладно, фиксируем. Ну, самое обычное. Единственное недостаток, что тут всего лишь один этот, как же его. Ну, как же там, подложка под содержимое. Тут просто вот этот металлический контейнер. Была бы еще пластиковая фигняка. Было бы здорово. Ну, в принципе, давайте запишем по ней обзорчик. Народ, всем здоров. Сегодня у меня на жаре. Ультразвуковая мойка. Куплена была с целью почистить автофорсунки. Мощность заявленная, 60 ватт. Сколько по факту не знаю. Запечатано хорошо. Инструкция. Что-то там. 60 ватт. Габариты. 55, 88, 65. В общем, малюсенькая, походу. Кстати, поговорить, но можно посчитать эти, как же его реальный объем. Если забить какой-нибудь камникулятор. Вот, это нам все неинтересно. Такая малюска такая. Ее вот первое тело-то. Я от ожидал намного больше изделия. Все сделано хорошо. Тяжеленькая. Серегний номер есть. Что уже хорошо. Это клей какой-то. На гермет похож. Блин, вообще, я думал, он много больше. Но тут, да, тут где-то 0,8. Есть, по факту. Малюсенькая шляпа. Зато смотрите, какая упаковка и какой кабель. Проверим заодно ее работоспособность. Такс. Крышечка. Играет неплотно, сделано плохо. Ну, дофиг с ним. Кстати, по идее, тут должна была быть, насколько я понял, еще одна штука. Которой, увы, нету. Это. Еще раз посмотрим. 8 и 8С. У меня 8С. Терен, 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 терен. Все на английском. А, вот тут не написано, что должно быть. Ладно. Думаю, хватит. Кстати, вот апельсинер не подать, если так сразу включился. Есть таймер. 300 дегаз. Вот так. Работает. Все, типа. Так, ну, для тестов у меня есть самая отличная фольга. И сейчас мы эту фольгу засунем сюда. Посмотрим, что будет. Хотя, с вашего позволения, я ее вот так сделаю. А. КОСТОРНОМ. КОСТОРНОМ. Продолжение следует... 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 А, да, забыл сказать. Стоила она с экспресс-доставкой вроде 3 300 и дошла за, ну, меньше, чем 10 дней точно. Что-то покажу. Вот такая вот. И такая вот. В принципе, все. Пойду ее сливать. Подумаю, что бы сюда кинуть. Так, 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 ребят, я поизгорялся, поизгорялся. И на деле у меня есть вот такой вот преобразователь на 300 ватт. На деле он способен запустить 900 ваттную болгарку. Да-да, болгарку. Это у нас зарядное устройство. 14 вольт, и оно может выдавать 15 ампер. Легко посчитать, сколько в итоге потребляет эта штука. Ну-ка, он. Сейчас подключим, соберем. Секундочку. Так, заодно замерим реальный объем. Штука вот эта достаточно точная. Тут вот, где тут фокус, фокус, фокус. Литр сейчас будет. Сейчас я долью немножко. Ну, все, вот литр. Короче, думаю, видно, ровно литр. Хотя ванна на 800. Ну, что, заливаем. Она абсолютно пустая. Видно сразу, думаю. Посмотрим, сколько сюда зальется-то. Штука эта точная, но поскольку я с помощью нее готовлю в хлебопечи хлеб. Ну, что, пол-литра, ну, где-то так ушло. Ну, посмотрим, сколько осталось. И она почти, честно говоря, уже до краев долита. Ну, хотя не до краев, можно еще доливать. Просто мне плохо видно. Ну, вот все. Все, вровень с этой херней, в общем-то. Думаю, видно. И у нас осталось, и у нас осталось. Так, это соль, сахар. Вот у нас литраж. Где-то вот литр. И у нас осталось. Ну, сколько там? 350 миллилитров. Так получается. И откуда тут 800 миллилитров? 800 явно нет. Вот это 200, если что. Я еще чуть-чуть налью, и все, она переполнена. Короче, обманули меня с объемом явно. Я, конечно, могу полностью удалить, но смысла в этом вообще нет. Потому что, когда она будет работать, у нее будет еще выплескиваться. Давайте, сейчас мы это все дело соберем. Так сказать, включилось. Чтобы это все в кадре было. И тут включилось. Сейчас мы еще зеркальце поставим. И вот уже потребление у нас 0,8 пошло. Если ее выключить. 0. 0,8 ампера. Если вольт с амперами перемножить, то получим фактическую мощность. Давайте режим D-S. 14,5, ну и на 5,5 ампера. Так учтите, что тут еще преобразователь. И у него есть своя погрешность, так сказать. Ну вот, если перемножить вольты на амперы, то получим нашу мощность. А это просто режим чистки. Как это? Мне вот интересно, что будет, если ее, короче, слить немножко жидкости. Сейчас мы это дело и проверим. Пахнет палененьким. Не знаю, почему. А, ну да, я вспомнил, почему тут пахнет палененьким. Потому что тут преобразователь-то, елки-палки, не под этот сраный инвертор. А паленым-то оно хорошо так запахло. Ладно, на этом измерение мощности окончим. Ну, паленым пахнет точно от ванны. Тут ее почти не слить уже. Вообще переполнило. Нету тут 0,8, короче, вообще ни разу. Как вам сказать? Ну, скорее всего, либо из-за того, что я ее перелил, а по факту там где-то 0,5 должно быть жидкости, а не 0,8, как заявлено. Либо еще почему-то, в общем, похлопаленым точным днем. Давайте посчитаем фактическую мощность. Общую. То есть 14,5 умножить на 5,3. Итого 76,85 Вт. Но если от 5,3 вычесть мощность, как что-то нового. Ну, точнее, потери на плате управления и все прочее. Это 0,8 А, как вы видите. 5,3 минус 0,8 будет 4,5. 14,5 умножить на 4,5. И 65 Вт с лишним мощность именно ультразвука. Ну что ж, это очень радует. Нас, китайцы, хотя бы в этом не обманули. Спасибо.